Мой товарищ и коллега Михаил Шахназаров высказал предположение, что вслед за Аллой Борисовной Пугачевой вот-вот вернется в Россию Максим Галкин. Ну, судя по всему, он чешет по континентам, их, по-разному, конечное число пять, потому что, вряд ли, думаю, что он поедет в Антарктиду, там есть площадки, наверное, но это не его масштаб. А если серьезно, то я считаю, что лучше, чтобы он подольше не возвращался, почему? Потому что приедет сюда, опять он будет зарабатывать за счет государства, то есть они привыкли получать деньги непосредственно из бюджета. То есть есть у них поклонники во власти, которые щедро делятся государственными средствами с теми артистами, которые им симпатичны. Ну, я можно было предположить, которые им откатывают, но это давайте не будем переходить уже на территорию предположения. Кстати, с тем же Галкиным мне совершенно не нравится вот это, когда начинается какая-то тема голубая, педалируется. Потому что это тоже предположение. Он, в отличие, допустим, от того же Сергея Лазарева, не был замечен никак. А может быть, он просто асексуал. Вот есть люди, которым это вообще пофигу, эта сторона жизни. Поэтому, вот, ну, не нравится мне, когда вот сочиняют про него. Вообще должны говорить профессионалы. Вот мой тезка Фридленд, Евгений Фридленд, музыкальный продюсер, в свое время меня просто поразил совершенно, рассказав, что ни Пугачева, ни Галкина не являются рекордсменами по сбору вообще. Не говоря уже о корпоративах и концертах, а вообще, в принципе, они не самые зарабатывающие люди в нашем шоу-бизнесе. Он как бы профессионал. Пусть они там между собой выясняются, кто из них достаточно компетентен. А вот наше журналистское дело, мне кажется, предоставляет слово специалистам, а не сочинять что-нибудь. Ну и собирать информацию. Тем более, что, вот, допустим, тот же Галкин в последнее время докладывает о своих передвижениях по миру достаточно детально. И можно просто следить и делать. Он у меня никогда не вызывал какого-то там раздражения или антипатии. Я считаю, что он там один из лучших пародистов отечественных, если вообще не лучший, замечательный телеведущий. И просто у нас как-то люди этого ремесла привыкли делать околополитические заявления. И ладно бы там привыкли, это наша кухонная традиция и культура вообще, пиздить за политику. Только вот нафига это воспринимать всерьез и слушать, вот это уже дело к нам. Но вот здесь претензии, опять же, к зрителям, то есть к потребителям, то есть к нам. Я, конечно, слушайте, я сейчас, вот мы энное количество времени жили сейчас в Израиле с семьей. И у меня там, мы жили в доме, у меня несколько соседей было. И один сосед за забором весь день курил марихуану. Ну, в Израиле там разрешено, по медицинским показателям, у него весь день, видимо, болела голова. А я как раз отдыхал там на диванчике, около бассейна, прямо около этого забора. И меня прям с утра все время этими волнами накрывало. И у меня к вечеру такое настроение хорошее было. И я под это дело включал Соловьева. Как Соловьев идет по обкурке, вы не понимаете. Ну, во-первых, знаете, для меня это какой-то прямо аттракцион. Отсутствие мозга, потому что там происходит. А у нас же сейчас все эти каналы превратились в один сплошной пропагандистский рупор. То есть там одним передачи сменяют друг друга. Вечер с Киселевым, вечер с Соловьевым. Время покажет с Шейниным, почки откажут с Норкиным. Там постоянно Скобеева такая, она все время ходит. Ее прямо на фронт надо отправить. Она просто... Мне кажется, если Скобееву напротив Хаймерса поставить, у него тулы все загнутся от ужаса просто. Мощная женщина такая. И они, конечно, это такой цирк. Они еще таскают по всем этим программам этого несчастного одного американца, Майкла, нашли. Которого они говном обмазывают еженедельно. Он обтекает, стоит. Ну, просто страстотерпец, мученик. Его церковь мучеником признает скоро. Я понимаю, что он там зарплату получает. Но это, конечно, что-то с чем-то. И вот это все производит странные впечатления. Знаете, раньше... Ой, я, кстати, забыл вам рассказать. Анекдот смешной сочинен. Ну, я сейчас про Путина рассказывал. Но что-то я забыл. Ну, какая раньше? Жара. Вот. Значит, короче, вот, ну, все случилось. Ядерный удар. Значит, и мы все россияне в рай. Путин нас ведет. И мы все такие за ним. Нормально же жили. Что такое вообще? Ну, и... И подходит... Ну, подходит к воротам рая. А там никого. Ворота какие-то такие на петлях висят. Вообще никого. Ни в раю там насквозь видно никого. Ни вокруг никого. Ни на уни... Ни при вратах никого. И только объявление такое кривое, быстро наспех написанное. Значит... Никого нет. Все сбежали в ад. Апостол Петр. Все. И Путин такой... Ну, примерно вот как он Эрдогана ждал. Вот такое же выражение. И вдруг откуда ты из глубины рая голос такой... Я их всех выгнал, подонков! Ну, можно пойти, там, выступать, когда-нибудь отечественная война. На тебя напали, ты обороняешься. Вот Лидия Русланова поехала. Шульженко. Понимаю. Все. Ну, когда ни... На тебя никто не нападал. Правильно. Молодцы. И главное, Шевчук. Вот Шевчук. Молодец. Выступил. Все. Да. И... И смотрите. И мне говорят... Да, на него тут же составили протокол, приехали полицейские. И мне говорят, вон, в твоей Америке, мол, попробовал бы кто-нибудь. Лично присутствовал на концерте Брюса Спрингстона в Нью-Йорке на стадионе, когда Америка напала на Ирак. Брюс Спрингстон, так же, как Шевчук, сказал все, что он думает. И про президента, и про политику американскую. Никто не подъехал. Протокол не составили. Так и продолжил выступать Брюс Спрингстон. Вот это свобода слова. Вот это демократия. Понимаете? Сейчас вдруг стали артисты... Да. Вдруг артисты стали объединяться. Вот видели там в какой-то момент Гриша Лепс. Значит, кто там? А, Лепс. Газманов, Бабкина, Долина. Они прямо вот, как я сейчас помню, так и стояли. Лепс, Газманов, Бабкина, Долина. Я их назвал ЛГБД. Друг. Они говорят, мы создадим ассоциацию, будем помогать молодым. Будем сейчас песни патриотические писать, ухаживать за старыми, ездить по раненым. Кто вам раньше мешал помогать молодым и ухаживать за старыми? Вдруг они решили объединиться. Всем в среднем 70, и они... Кооператив судорога. Уже... Куда ухо? Что вы? Зачем? Нет, я не понимаю. И знаете, всегда, ну, всегда была какая-то агитация там во время выборов за разных политиков. Ну, это нормально, слушайте. Я помню, я за Собянина агитировал. Ну, я в открытую это делаю. Я говорил, Собянин классный хозяйственник, давайте его выберем. Понимаю. Нет, они сейчас стали так вплетать так в творчество. Тимати с Гуфом этот речевку исполнили. Пешком от Арбата до площади Гагарина хлопну бургер за здоровье Собянина. Что это такое? Ну, что это? Ну, хлопнуть, Монт. Ну, ты за себя хлопни. Что-то за этого Собянина-то хочется хлопнуть. Диана Гурцкая на муниципальных выборах в Москве вышла, поет за депутата Метельского. Это реальная история. Ей сейчас, кстати, народную дали. Вот, значит, она поет. Стоит этот Метельский, спальный район Орехово-Зуево. Что-то такое Борисова. Стоят эти бабушки несчастные, что-то ждут от этих депутатов. Стоит этот депутат. Рядом, значит, это Диана Гурцкая. И она поет. Дословно, ничего не придумывает. Я полюбина его. С ним дождь или грома раскаты. Рассветы встречать и закаты. С ним утром умыться росой. И дальше гениально. Я выбираю его. И я в этом не виновата. Но это не самое клевое. Дальше самое клевое. Ведь я не вижу других кандидатов. Знаете, как в том они говорят, а что так можно было? Я понял, что нашим артистам надо помочь. Они так хотят угодить власти. Понимаете, они так... Причем я не знаю, зачем они так хотят угодить власти. Все-таки, знаете, при Советской... При СССР это важно было. Вот эти звания угождать. Почему? Потому что тебе не давали ставку нормальную за концерт. Ты не мог жить в люксе в гостинице, если у тебя не было звания. Ты не получал места на кладбище, если ты ненародный. Сейчас народный, ненародный. Если ты после смерти не запашляешь, тебя нормально не похоронят. Понимаете? На Новодевичьем в лучшем случае стоя у стены за каким-то кирпичом. В виде праха посыпают. Все. Тогда это было понятно. А сейчас-то что они? Что они борются? Вы знаете, я в свою жизнь, у меня из всех наград. Я как знал, что я обязательно что-нибудь ляпну. Поэтому у меня нет ни звания, ничего. Только в 2007 году мне Путин повесил этот орден дружбы. Это бывший орден дружбы народа. Вот, собственно, я и занимаюсь сейчас оправданием этой высокой награды. Занимаюсь дружкой. Да. Я сидел на первом ряду. Хохотал. Ну, спешно тогда еще было. Все нормально. Да, все было хорошо. И я заканчивал номер такой фразы. Я смотрел на людей, хохочущих, аплодирующих, на Путин. И говорил, ну, я вижу, он вам нравится. Дальше я держал большую паузу мхатовскую. И говорил, ну, ничего. Я вам тоже вначале нравился. Ребят, я уже в Ирландии. Красота невероятная. Буду завтра с концертом в городе Драэда. Жду вас всех. Зал пишет, что двери открываются с 7, начало в 8. В одних билетах начало в 7. В общем, с 7 до 8. Собираемся, чтобы все успели. Рабочий день. Приезжайте. Жду. Кто еще не успел билеты купить, сейчас афишу размещу. Впечатляющие размеры дерева. И это, конечно же, фикус. Ну, если рядом большой фикус, значит, я уже в Австралии гуляю по ботаническому саду. Именно так я понимаю, где сейчас фикус есть, значит, в Австралии. Вот. Ну, и, конечно же, залив. Красота. Причем в Австралии это сейчас зима. В Сиднее зима, как у нас лето. Ну, тут бывает разная зима, но вот в этот раз такая очень мягкая, классная зима. Насчет денег. Так, вот про собственные расходы неохотно говорим. А вот я читаю интервью, и там про Стаса Михайлова сказано, что он в пору своей раскрутки заносил на одну из радиостанций полтора миллиона долларов. В течение двух лет. Каждый год по полтора миллиона? Или полтора миллиона за два года? Нет, это за два года. Полтора миллиона долларов на радиостанцию? Только на одну радиостанцию. Так. Это он вложился и... Это вложились за него. Сейчас занимается, держит купоны. Хорошо. А это, в принципе, экстраординарные цифры? Это экстраординарные цифры, да. То есть обычно денег гораздо меньше заносит на них? Ну, обычно просто никто такие количества денег не вкладывает, потому что, ну, вкладывают, допустим, там, какую-то песню раскрутить, скажем, там, трех-четырехмесячную ротацию. Конечно, это все другие деньги выходят. Но Стас Михайлов решил поразить всех, видимо, был хороший очень спонсор. Это успешный проект или сейчас он уже отработан? Безусловно, денег собрали они очень много. То есть это... Они это кто? В смысле, его команда? Ну, то есть Стас Михайлов и компани. То есть я знаю, как бы, менеджментом, который я занимался. Это очень большие деньги. То есть это деньги, которые, ну, думаю, что ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин вместе даже за год только не зарабатывают. Это очень большие деньги. Это деньги, поставимые, сконорарами очень серьезного зарубежного исполнителя, который приезжает и вычесывает страну. Ну, как будто не страну, а как будто мир он вычесывает. Потому что тотальные сборы в Сочи, когда люди снимают кассу там по 3-5 миллионов рублей с одного концерта, это очень большие деньги. Вот на этом месте недавно сидел Андрей Разин и говорил, что Пугачева, Киркоров, это все нищеброды по сравнению с ним, Разином. Что Ласковый Май, это реально богача. Ну, я не знаю просто, ну, по тем временам... Нет, вот он про нынешнюю ситуацию говорил. Я думаю, что нет, но он шутит. Я думаю, что он шутит. Вы все шутите, а нам ведь про простым людям очень сложно понять, когда вы шутите. Андрей Разин естественный юморист, он хороший парень, и я считаю, что то, что он сотворил в свое время, это было просто гениально. Он настоящий продюсер, да? Он настоящий продюсер, он знает, да. Я знаю все его попытки сегодняшние продюсировать, потому что он обращался иногда к моему партнеру Киму Брейдбургу за песнями. Ну, я думаю, что сегодня, конечно, он уже просто персоны как бы раскручены, но не более того. Ну, я уверен, что вот эти их нынешние разборки с Барри Алибасовым, это просто сговор, они просто пиарятся. Друг друга пиарят. Вот эти низки друг другу там по несколько миллионов долларов, не верю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.